Приветствую вас. Человек пишет о страхе врачей, говорит о том, что боится всех, особенно стоматологов. Понятно, что сидеть боялся, только в детстве я приходил с мамой, капризничал, чтобы потом меня уговаривали за игрушки-подарки. Во взрослом возрасте не могу слово ставить. Ну смотрите, как бы ваша история про диагнозы, она здесь не особо нужна. Если у вас есть подозрение, что у вас какое-то заболевание, то обратитесь к клиническому психологу, психиатру. Вам соответственно поставят диагноз или исключат его. На мой взгляд, здесь у вас есть несколько моментов. Первое. Это чувство беспомощности. То есть, что вы беспомощны, что вы немножечко контролировать что-то. И вам от этого больно. То есть, речь идёт не только о том, что вы беспомощны, к этому состоянию нужно привыкать. Но ещё и о том, что при беспомощности вам больно. Ну это могло быть предательство, это могло быть что-то неприятное очень сильно. Например, вам говорили, что не больно, а будет. А на самом деле больно и стало, и боль вы не боитесь. А вот предательство запомнить. Это первое. А второй момент заключается в том, что вы же что-то получали для себя. посредством капризов. Вам покупали, покупали подарки, вкусняшки, игрушки. То есть, вы и мы имели от этого выгоду вторичную. И вероятно сейчас, когда вы думаете о походе к врачу, автоматически включается вторичный выигран. Потребность во внимании в подарках. Иными словами, в любви. И возникает вопрос. Тогда. А любите ли вы себя? И если да, то как это проявляется, что вы себя любите? А если у вас что-то, за что вы себя обесцениваете, за что вы себя ругаете? Вы можете сказать, что каждый человек себя ругает. И да, вероятно, вы будете правы. Но только в вашем случае, когда вы себя ругаете, то получаете право. Ну, внутреннее право на то, чтобы требовать чего-то от окружающих. Понимаете? И вот, собственно, вы этим благополучно и занимаетесь. сейчас. Вы требуете от окружающих то, что вот вам, ну, как бы, по вашему мнению, нужно, но то, что сами себе вы не даете себя вы это вылечаете. Вам мама, вероятно, торопилась это дать. Ну, знаете как. Ну, успокоить, да, сейчас вот. Сейчас я его успокою и... все. И, ну, будет нормально. Вот. Вероятно, так это, ну, так это работает. По крайней мере, с вами. Ну, небольшая поправочка, конечно, так это не работает. Ну, для вас это уже не особо важно. Вы так привыкли. И теперь, хотите вы этого или не хотите вы этого? Вы так себя ведете. Боже, понимаю, в определенной степени, ну, какую-то деструкцию ну, своей модели поведения такую. Но исправить, понятное дело, вы ничего не можете сейчас. Вот, на мой взгляд, вам нужно в первую очередь работать с этим. С тем, что вы себе даете. С тем, что вы... Как вы о себе заботитесь? Заботитесь ли вы о себе вообще? Потому что мне кажется, что не совсем. Ну, мне кажется, что... Ну, к себе вы относитесь не очень хорошо. Судя по тому, что... Ах, ну, судя по тому, что я могу видеть. Ну... То есть... Здесь дело не в страхе. А в том, что вы слишком много времени можете уделять. Здесь дело не в зубе. А в том, что вы не очень понимаете для себя. Сейчас скажу странную вещь. Вы не очень понимаете, что вы будете делать, когда он у вас перестанет болеть. То есть вам не очень нужно, чтобы он переставал болеть. Вы, конечно, не согласитесь. Скорее всего. Будете... Возращать. Вот. Но... Люди склонны рационализировать. И вы не исключение. Поэтому, так же как и другие люди, вы занимаетесь рационализацией. Чтобы не соприкасаться с непосредственным опытом, который у вас есть. Этот опыт, он скорее всего неприятный для вас. Ну, он скорее всего вас тяготит. Чем-то. Как-то. И... Вам нелегко. Но, тем не менее... Хорошая новость заключается в том, что вам можно... Вам можно помочь. Но для этого необходимо, чтобы вы решили начать разбираться в себе. И... Тогда... Можете поверить. А... Ситуация... Начнет... Улучшаться. Да. Возможно... Возможно... И сразу... Постепенно она начнет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Да. Забыл сказать, что... Боится ваше... Детское... Эго... Состояние. А... Что в этот момент делает взрослый? Ну... Вы боитесь, это ребенок? А... А... Взрослый что делает? А... Что делает родитель? Вот на это еще постарайтесь обратить свое внимание. Всего вам самого доброго.